ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. По данным страховщиков, в прошлом году на выплаты по ОСАГО чаще всего претендовали владельцы автомобилей ЛАДА. На втором месте оказалась марка Тойота, далее идут Хёнде, Киа и Ниссан. В список наиболее аварийных регионов, кроме столиц, вошли Башкирия, Татарстан, Пермский край, Нижегородская область и другие субъекты. Большинство обращений было связано со столкновением машин. Вторым по распространенности происшествиям стал наезд на препятствия. Затем повреждение авто неизвестным транспортным средством. ТРАССА СТО ОДИН В 2022 году, по информации Росстата, автомобильные шины подорожали в среднем почти на четверть. Рост цен на покрышки отечественного производства был менее заметным, поэтому спрос на них вырос. К примеру, востребованность продукции КАМА увеличилась более чем в два раза, а ВИАТИ почти на 70%. Эксперты говорят, что в 2023 году стоимость шин также будет расти, но не столь существенно. Ситуация сглаживается, в том числе, увеличением поставок резины из Китая. ТРАССА СТО ОДИН Автомобили скорой помощи начали оснащать камерами фиксации нарушений ПДД. Эксперимент стартовал в российской столице. Пока всевидящее око выявляет только случай непропуска спецтранспорта. Штраф за данный поступок, кстати, был серьезно увеличен в 2019 году. Минимальный размер взыскания от 3 до 5 тысяч рублей. А если водитель не позволил проехать скорой, что привело к серьезным проблемам со здоровьем или к смерти пациента, он может получить до двух лет тюрьмы. ТРАССА СТО ОДИН Обходными путями в Россию начали поставлять и новые семиместные Volkswagen Tiguan Allspace по нескромной цене от 5,5 миллионов до 6 с лишним миллионов рублей. Автомобиль имеет под капотом дизельный двухлитровый силовой агрегат мощностью 200 лошадей, работающий вместе с семиступенчатым роботом. Комплектация солидная. Есть, в частности, светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, передний и задний парктроники. ТРАССА СТО ОДИН Дилеры в рамках параллельного импорта завезли в Россию пикапы Toyota Land Cruiser 79. Цены на автомобиль начинаются почти от 7 миллионов рублей. Схожая по размерам с Nissan Navara модель оснащается 4-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 228 лошадиных сил, трансмиссия пятиступенчатая механика. В оснащение входят шноркель, лебедка, гидроусилитель руля, кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида и другие функции. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова